МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей региона на нашем канале в студии Артемий Заварзин. Здравствуйте! И вот о чем мы с коллегами расскажем прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Город Бумажников голосует за территории, которые благоустроят в рамках нацпроекта. Каковы предпочтения новодвинцев? Музей в Березнике хочет рассказать о советском прошлом и готовит необычную экспозицию. Экспонаты собирают сами жители. От уровня их знаний можно выпасть в осадок. Школьники собрались на региональный этап Всероссийской олимпиады по химии. В Архангельске сегодня откроется еще одна переправа. Транспортный понтон свяжет с большой землей остров Бревенник. Он будет служить и автомобилем, и пешеходам. Обустроенной тропинки по реке в этом году не будет. Как только понтон запустят, буксир прекратит работу. Переправа на Бревенник станет второй, открытой в этот сезон в Архангельске. Северяне стали меньше нарушать порядок. Таким выводом пришли в областном МВД. Подведя итоги минувшего года, общее количество зарегистрированных преступлений сократилось на 4%. Показатели раскрываемости правонарушений в регионе по-прежнему значительно превышают среднероссийские. В минувшем году на должном уровне была обеспечена охрана общественного порядка при проведении почти 2000 мероприятий. Профессионализм полицейских помог избежать нештатных ситуаций, за что лучшие сотрудники были отмечены благодарностями. Новодвинские подводят промежуточные итоги народного голосования по выбору территорий для благоустройства. В рамках нацпроекта «Комфортная городская среда» могут преобразиться в 8 общественных мест. Новодвинцы голосуют активно, предлагают и свои варианты. Исходя из сегодняшнего подсчета, у нас определился один четкий лидер. Это городской парк на берегу Северной Двины. Ну и также в тройку входит детский парк и сквер около кинокомплекса «Дружба». Напомним, итоговое голосование во всех муниципалитетах пройдет 18 марта, тогда в 8 городах и крупных поселках области и определятся места для благоустройства за счет федеральной программы в этом году. Поиском интересных проектов и тех, кто будет готов их профинансировать, займутся специалисты корпорации развития Архангельской области. Пять инвестиционных кураторов, которые были отобраны в конце прошлого года и прошли обучение, уже приступили к работе в муниципалитетах региона. О работе кураторов на юге области в материале Елена Кермич. У Ларисы Селезеневой, пожалуй, самая большая территория. В ее зоне ответственности сразу 7 муниципальных образований. Котловский, Верхнестоемский, Красноборский, Ленский, Велегодский районы, а также города Котловс и Коряжма. Это 148 тысяч жителей юга Архангельской области. В корпорации развития Архангельской области в настоящий момент находятся на сопровождении несколько проектов, которые и предполагают размещение бизнеса на территории города Котлоса и Коряжмы в ближайших перспективах. Сейчас рассматриваются рабочие моменты по подбору площадок на местах. Например, в Коряжме Лариса Селезенева курирует проект по созданию технопарка – специализированной зоны для технического развития детей и подростков. Это совместный проект правительства области, корпорации развития, администрации города Бумажников и частного инвестора. Благодаря их усилиям именно в Коряжме в конце 2017-го был открыт первый на юге Поморья Центр молодежного инновационного творчества. Его начинка – самое современное высокотехнологичное оборудование с лазером и программным обеспечением. Для подростков занятия бесплатные. Наши ребята получили доступ к новому технологичному оборудованию. То есть они могут в любое время, ну, естественно, под руководством опытных специалистов проработать какую-то свою идею за компьютером в программе и вывести ее на 3D-печать. 3D, 1D. Мы увидим, как машина с помощью датчиков может поворачивать и ездить. Еще один удачный проект в рамках государственно-частного партнерства – спортивно-игровой комплекс в Великодском районе. Таких детских центров в нашем регионе единицы. В одном месте разнообразные качели, горки, турники, тренажерный комплекс, велодорожка, футбольное поле и волейбольная площадка. Задача инвестиционных кураторов – не только сопровождение уже существующих проектов, но и поиск новых. Первый шаг к ее реализации – знакомство с территорией, выстраивание конструктивного диалога по взаимодействию с местной властью и потенциальными инвесторами, которые готовы реализовывать свои бизнес-проекты. Елена Кермич, Антон Распопов, Олег Сивачик, Регион 29. В Архангельске в эти минуты проходит региональный этап Всероссийской Олимпиады по химии. Накануне школьники писали теоретическую часть, а сегодня приступили к практической. За право попасть во Всероссийский финал Олимпиады борются почти 60 учеников со всей области. Я, конечно, готовилась, но не ожидала. В целом мы такого в школах не делаем, олимпиадного уровня. Нужно оттитровать про манганатом калия данный раствор. Все разделы представлены, это нормально. Все разделы, они, собственно, и должны быть задачи. Задачи сформулировали интересно, многие из них авторские. Нужно подумать где-то и на догадку. Но интересно задание, но сложнее, мне кажется. Кстати, право проведения Всероссийского финала Олимпиады в этом году вновь досталось нашему региону. Он пройдет 29 марта в Софу. Подарки для пожилых северян прибыли в Архангельск. Московский фонд «Старость в радость» уже не первый год организует сбор различных вещей и присылает их в регионы. Подарки предназначены для подопечных социальных учреждений. Из Москвы для северных бабушек и дедушек прибыло больше тысячи посылок. Каждую просматривают волонтеры Дома молодежи. Нельзя допустить, чтобы среди вещей оказались предметы, способные нанести вред. Например, бритвы. Зато можно сладости, открытки и теплые вещи. И вот у меня еще здесь попало полотенце. Тоже что-то из текстиля. В принципе, состоят в основном подарки из каких-то таких мелочей. Это что-то из текстиля. Это может быть игрушка, это могут быть варежки, шапочки. Ну, что-то такое приятное, то, что можно использовать. Это обязательно сладкий подарок. Их особенно много приходит. Вместе с москвичами поучаствовать в благотворительной акции могут и жители нашего региона. По словам волонтеров, сейчас не хватает подарков для мужчин. Дедушкам можно положить, например, варежки или теплые носки, которые будут греть их этой зимой. Ищут кресла, чайник, вазы, санки и даже бегуди, но обязательно советского периода. Виноградовский исторический музей готовит экспозицию силами жителей поселка. Акция в дар музею собрала уже десятки редких предметов. Эту швейную машинку Владислав Захаров принес в музей безвозмездно. Она перешла ему по наследству от мамы и до сих пор в рабочем состоянии. Раритет 62-го года стал одним из экспонатов выставки. Помнится, что в то время такая швейная машинка стоила 40 рублей. По тем временам, тогда деньги были довольно большие. Помнится, что у моей бабушки пенсия была 30 рублей, а у мамы заработная плата где-то 60 с чем-то рублей. Так что, наверное, для ее приобретения надо было немного подкопить денег. Сотрудники музея готовы принять экспонаты из других районов. Для оформления выставки не хватает торшера, настенных часов, радио, электрических, бытовых предметов. Музей может принять вещи и на временное хранение. После закрытия экспозиции они будут возвращены владельцу. Вопреки многочисленным прогнозам, печатные СМИ не теряют своего постоянного читателя. Более того, как показывает опыт старейшего издания региона, газеты «Правда Севера», новости в бумажном формате становятся популярнее. За последние три месяца спрос на газету вырос почти в четыре раза. Еще никогда новости не были настолько доступны. Электронные информационные ресурсы настойчиво стучатся в каждый гаджет. Но вдумчивый читатель все чаще выбирает чтение в бумажном формате. В противовес поверхностному новостному потоку в газете ищут мнения и комментарии, развернутые материалы на самые обсуждаемые темы. Вот сейчас мельком пролистала и увидела, что про нейрохирургию есть новости. И также спортивные новости. Например, сегодня я получила паспорт болельщика на футбол. И тут вот тоже рассказывается, просмотрела про команду Новодвинскую, про девочек, которые гимнастки. В распечате даже немного удивлены. За последние три месяца спрос на «Правду Севера» вырос почти в четыре раза. Одна из причин – газета стала еженедельной. Вероятно, дело и в цене. Она упала до 28 рублей за экземпляр. Газета стала поступать каждую среду с полной программой на неделю. Много новостей. Сдается давно и «Роспечать» сотрудничает с «Правду Северой». Впрочем, как отмечают в «Роспечате», традиционных читателей, покупающих газету много лет подряд, постепенно разбавляют и новые приверженцы вдумчивого чтения. Причем последних на глазах становится больше. Ирина Ившина, Наталья Кулина, Александр Кузнецов, Регион 29. Такие новости к этому часу. Ждем ваших звонков с предложениями, вопросами и интересными темами. Контакты редакции на экране. Не прощаюсь. Скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова